Ну, самое тяжелое в нашей работе, это, конечно, встать с дивана, потому что, сами понимаете, мы встаем 4 утра, полчетвертого, это очень тяжело для нас. Ну, я работаю уже с 85-го года здесь, я честно говорю, вот я не могу привыкнуть вставать рано. Весь вагон полностью так обходим, смотрим двери, чтобы все крышки были закрыты, чтобы вверху все было закрыто, все крышки, ну, вот, маршрутный указатель обязательно. Я на этом вагоне номер 297 работаю уже почти 17 лет, по-моему, и мы с ним как оба два целая, я прихожу на работу, с ним здороваюсь обязательно, ну, практически в нашем депо он слушается только меня. Раз-два-три, проба. Я когда работала на седьмом маршруте, у меня даже в кабине подушка была, вот, ну, для удобства, потому что мы там снегопад, мы там торчим, сами же убираем снег и рельсы чистим. И приходилось нам и ночевать в вагоне, и все. Выходишь на линию, тебя уже ждут наши любимые пассажиры. Кому-то нам на работу, кому-то в больницу, кому туда. Женщина одна, вот я ее помню, она замуж выходила, красавица, потом она беременная ходила, потом родила, а недавно ее встретила, у нее уже и дочка родила. Вы представляете, сколько времени уже прошло, уже выросло, еще одно поколение растет, а мы все работаем. Очень мне всегда нравилось. Ну и пошла, я сюда пришла, мне еще не было 18 лет. Я очень сразу почувствовала вагоны. Я не знаю, откуда это, но я на слух, вот, на ощупь, я слышу. Если вагон, например, неисправный, да, вот, то мне уже это передается, я уже знаю, что у него неисправно что-то. Они как-то вот рассказывают мне, что у них болит. Люблю я их, наверное, сильно. Трамвай для меня, ну это же дом, ну это мой родной дом. Вот чувствуете, как он плавненько идет, да? Умничка потому что.